Выездная плановая прокурорская проверка на этот раз прошла в сфере водоохранных зон. В частности, прокуроры обследовали прибрежную часть ОКИ и режим ее использования. Одно из нарушений – незаконное перемещение полудородного слоя почвы для оборудования подъезда к реке. Но особое внимание к деятельности Тырновского молочного комбината. Эту картину можно было бы смело назвать – молочные реки, но не кисельные, а зловонные берега. Вода мутная, ощущается органолептический, очень неприятный запах отходов. Был обследован ручей без названия, из которого и в АКУ попадали эти загрязняющие вещества. На расстоянии 2,5 километра выше по течению реки мы обнаружили, что источником загрязнения является Тырновский молочный комбинат, при обследовании очистных сооружений которого было обнаружено, что очистные сооружения находятся в нерабочем состоянии. При этом очистные сооружения на этом производстве есть, и они функционируют, но, по словам прокурора, в замкнутом режиме. То есть отходы через них не проходят, а поступают сразу за пределы комбината. Это вода, которая стихает с цехов, и она напрямую поступает сейчас за территорию завода, минуя очистные сооружения. Сгорел насос. Такой ответ на вопрос, почему очистные сооружения не работают. Но, несмотря на отговорки сотрудников молокозавода, на этих кадрах видно, что от входа комбинат сбрасывает таким образом уже давно. Имеются множественные следы излива, связывающие о том, что загрязнение происходит уже длительный период времени. Ручей загрязнялся и в реке Ока. По результатам проб также будет оценена существенность вреда, причиненного различным компонентам природной среды. Это и вода, это и донные отложения, как вода в ручье, так и в Оке. И после этого, соответственно, будут приняты также соответствующие меры прокурорского регулирования в зависимости от тяжести нанесенного вреда, причиненного окружающей природной среде.